Магнитогорский дом Дружбы Народов Максим Викторович, а вот для такого города, как Магнитогорск, города, прямо скажем, не столичного, такое уникальное явление, как Дом Дружбы Народов, это, конечно, экзотика, диковинка. Расскажите, пожалуйста, вообще, что такое Дом Дружбы Народов и как он вообще появился как явление в нашем городе? Мое явление появилось, можно сказать, после распада Советского Союза, то есть 1991-1992 год, когда национальное самосознание в принципе у людей начало требовать того, чтобы сохранить свою культуру хоть как-то. И желательно, чтобы это была какая-то помощь не просто национальной культурной автономии, которые создавались, открывались в те периоды, они в принципе и сейчас существуют, даже те, которые стояли у истоков создания. И в конце концов, эта вот идея, инициативная группа вышла на администрацию города с просьбой, с предложением о создании центра, который бы объединял все национальные культурные автономии города и где смогли бы базироваться центры, коллективы, готовиться праздники, сохраняться, вестись языковые курсы. Ну, в общем, творится вот эта вот национальная жизнь, которой людям в тот момент не хватало. И администрация пошла на встречу, и вот 28 марта 1996 года был уже открыт Дом Дружбы Народов. Он, правда, базировался тогда, поделили Дворец культуры строителей имени Номавима Сибиряка между, собственно говоря, Дворцом культуры и Центром национальных культур. А потом мы уже туда переехали. То есть это у нас как исторически сложилось, так оно и идет дальше. Такая вот общественная инициатива. Ну да, преемственность, как бы, куда поселили в первый раз, несмотря на то, что мы много очень поменяли зданий, это было комсомолец и другие помещения. В принципе, мы переехали обратно на историческую родину, можно так сказать. Максим Викторович, а какие цели и задачи преследует деятельность Дома Дружбы Народов в городе Магнитогорске? Вы уже частично об этом сказали. Ну, частично я сказал, это сохранение национально-культурных традиций жителей города Магнитогорска. Это презентация этих традиций, это показ национальных праздников, это создание каких-то программ всевозможных на национальную тематику. У нас все-таки город неоднозначный, вы сами сказали, что здесь проживают представители 92 национальностей фактически. То есть и Дом Дружбы Народов консолидирует эти национальности вместе? Те, кто захотел и осознал, мы всегда им рады. То есть у них есть возможность для... У них есть возможность получить площадку для сохранения своих каких-то традиций, культуры, особенностей национальных. Потому что мы, в принципе, на сегодняшний день открыты для всех, несмотря на то, что мы стоим на капитальном ремонте. — Максим Викторович, а вот в мире сейчас ситуация достаточно непростая. С национальным вопросом мы видим, что происходит в Европе, как не уживаются представители разных национальностей. Вот такой вопрос. А как у вас под одной крышей уживаются представители стольких национальностей? Как вы сказали, у вас около 11 национальных коллективов. — Да, но нет, коллективов у нас больше, коллективов и клубов у нас целых 54. Уживаются очень хорошо. То есть у нас нет... Ну, вот таких глобальных, как в мировом масштабе, у нас нет. У нас есть мелкие, такие, ну, обычные бытовые вещи, когда кто-то где-то что-то сделал не так. А так все очень хорошо и чудесно. — Ну, и мы все-таки соседи по бывшему Советскому Союзу, поэтому, наверное, тут этот факт. — Да, здесь еще люди, живущие в одном городе, люди, которые не просто приходят на работу, в дом дружбы, не просто те люди, которые занимаются в самодеятельных коллективах, а у нас все, фактически, самодеятельные коллективы, они приходят туда заниматься любимым делом. Они приходят в отдушину. То есть для них это своего рода такой вот порыв, который они реализуют. Поэтому им некогда заниматься другими вещами. — И, Максим Викторович, юбилейные мероприятия какие-то планируются в этом 2016 году в связи вот с этим вашим двойным юбилеем? — 20 лет — это все-таки крупная дата для учреждения, в принципе. А для муниципального учреждения, которое создает такую узкую колею, занимает хотя бы клубное учреждение, в принципе, тоже достаточно весомая дата. И мы запланировали на сегодняшний день два мероприятия. Первое — это большой концерт юбилейный, который на сегодня, скорее всего, пройдет в Театре Пушкина. А второе мероприятие — это выставка, посвященная 20-летию Дома Дружбы Народов, как вот с МЦНК, с Центра, как преемники. Это будет картинная галерея, ориентировочно сентябрь месяц. — Ну, я думаю, что дополнительная информация появится еще, наверное. И горожане смогут поподробнее узнать об этих всех событиях. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Максим Викторович Шарыгин, директор Магнитогорского Дома Дружбы Народов. Максим Викторович, большое спасибо, что нашли время и к нам заглянули. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Субтитры подогнал «Симон»!